Добрый вечер, Викторович. Рад Вас видеть. Продолжаем с Вами наше путешествие по времени. Добрый вечер, Александр Иванович. Путешествие в славное прошлое нашей страны. Период правления Петра Великого. И мы уже начали на прошлом занятии разговор над всем. И сегодня мы его продолжаем. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, уважаемые слушатели Школы Здравого Смысла. Я начну с того, что затрону несколько комментов, которые имею привычку читать. Меня уж не удивляет, что очень много злопыхателей изрыгают хулу на императора Петра Великого, забывая о великих достижениях, так сказать, на благо Отечества. Это, кстати, не ново. Как начали в свое время злопыхатели при его жизни поливать его грязью, так они и продолжают. Только забавно, что эти господа в то же самое время хвалят царя Ивана Грозного. Хотя Петр Великий продолжал напрямую дело Ивана Грозного. Также боролся за выход к Черному морю, к Южному морю и за выход к Балтийскому морю. Только Петру повезло, во всяком случае, с Балтийским морем. Сходств у них было очень много. Вот Петру ставят в вину, что он якобы был пьяница и якобы он развел пьянство на Руси, а якобы до этого была, так сказать, трезвая страна. Но это абсолютно не соответствует историческим фактам, начиная с великого князя Владимира Крестителя, который, как известно, одной из причин, почему он принял именно христианство в православной форме и не принял ислама, заключалось в том, что ему не нравилось, что ислам запрещает употреблять шмельные напитки. И даже летописец сохранил фразу, которую сказал Креститель Руси, он сказал, что в Руси есть веселье пить, и не может без того быть. Кабаки первые появились на Руси в царствовании как раз Ивана Грозного. Причем кабак отличался от корчмы, которые существовали и до того. И там тоже, так сказать, пили хмельные напитки, просто меньше крепости. Что в корчме подавали и еду. То есть там можно было и есть, и пить. И поэтому хмель не так ударяло в голову. А, так сказать, в царевом кабаке, в середине XVI века они были введены, там есть запрещалось. И, так сказать, люди приходили туда и вынуждены были только пить алкоголь крепкий, да? Зеленое вино. И оно ударяло в голову, естественно. Люди пьянели. Причем, поскольку, так сказать, запрещалось им есть, то они не собирались там для каких-то общественных дел, обсуждений, а, так сказать, именно глушили горькую. Так сказать, никаких разговоров нормальных при этом получаться не могло. Значит, во времена Ивана Грозного это кабацкое дело процветало, развелось, и каждый государственный крестьянин, в конце концов, был прикреплен к определенному кабаку. И обязан был, вот мы говорили про такую же ситуацию, которая была в поиске в литовском государстве, особенно на землях будущей Малороссии, да, где с подачи иезуитов шинкари, рендари заставляли местных православных пить, значит, обязательно горилку, проходя каждый раз мимо шинка. Да, значит, но там это делалось, как мы говорили, так сказать, иезуитами, поддерживалось с целью увеличить тяготы для православного населения, чтобы побудить их к принятию католичества или унеадства. А при Иване Грозном это распространилось исключительно как средство повышения доходности государственной казны. От этого питейного дела казна получала очень многие доходы задолго, заметьте, до Петра Великого, да, Ивана Грозного когда? Середина XVI века. А Петр Великий – конец XVII, начало XVIII века. Причем были целые кабацкие бунты. Например, вот мы рассказывали про бунтажный век в прошлых лекциях, и он, значит, в 1647 году по Москве прокатился очередной, в 1647, да, в самый разгар между соляным бунтом и медным бунтом, значит, прокатился кабацкий бунт, потому что, значит, ухудшилось качество алкоголя, и, кроме того, отпускали водку в долг, и долги росли, и, так сказать, взыскивали из должников самым беспощадным образом. Значит, в общем, это было задолго до Петра, и пришлось даже войсками этот кабацкий бунт подавлять. А были такие по всему московскому царству бунты. Значит, пропивали все с себя, вплоть до одежды, да, иностранные посты, которые приезжали, рассказывали об этом, что люди, так сказать, валялись на улицах и, так сказать, замерзали от того, что последнее платье себя пропивали. То есть это было ужасно. А Петр, кстати, конечно, да, неверно было бы сказать, что Петр был трезвенником. Трезвенником он, отмет, не был. Известно, что у него был этот всешутейший, всепьянейший собор. Между прочим, Иван Грозный тоже имел нечто подобное, потому что он не только опричину свою организовал по принципу монашеского братства или ордена, да, где все опричники поверх светского платья носили монашеские подрясники, да, стояли службы в церкви. Сам он был игумном монашеской братьев Александровской слободе, да, и тоже, так сказать, как бы пародийно принял на себя священнический сан. И там, так сказать, тоже записано со слов послов, что, например, в монашеском платье устраивались пляски и заставляли иереев и представителей священнического чина, так сказать, тоже плясать. И сам царь отстукивал, сидя, так сказать, на троне, своим посохом по головам так. То есть это мало отличается от всешутейшего, всепьянейшего собора Петра Великого. В то же самое время, надо сказать, что Петр Великий, например, Яков Велимовичу Брюсу, о котором мы говорили, да, создателю современной русской артиллерии, начальнику русской артиллерии при Полтаве и в прутском походе против Турока, о котором мы говорили, значит, он ему дал официальное разрешение не пить тогда, когда пили все, вплоть до Кубка Большого Орла знаменитого, да, громадного Кубка, который должен был выпить всякий, кто опоздал к пиру. Вот, значит, Яков Велимович Брюс был освобожден. Известно, что Петр, так сказать, разделял празднество и работу. И людям, которые, так сказать, слишком часто в непраздничные дни позволяли себе напиваться до пену и вешали на шею, так же, как тем, кто не желал брить бороду, так сказать, брали деньги за них, специальный налог на бороду, и они носили медаль с изображением усов и бороды, и надпись, значит, деньги взяты. Так и пьяницам вешали специальную, в кавычках, медаль, весом по нашему, так сказать, по нашей системе меры весов 7 килограммов. И должны были они носить ее, не снимая неделю. То есть Петр, Петр, он, так сказать, ума не пропивал. В противном случае он не мог бы так много сделать. И быть и работником, и плотником, и куснецом, и артиллеристом, и как пелось в русской солдатской песне. Наш могучий император, он как молния летал, сам ружьем солдатским правил, сам и пушку заряжал, и корабли строил, и все. Так что надо отделять котлеты от мух. Кстати говоря, тут один из конспирологически настроенных комментаторов написал в одном комменте, что вот, смотрите, у этого сказочника, как он выразился, да, хотя, в принципе, то, что ваш покорный слуга рассказывает, это не сказки, а общеизвестные исторические факты, которые просто лишний раз не мешают освежить в памяти. У этого сказочника в шкафу стоит фотография Альберта Пайка, черного папы люциферианского масонства, и ясно совершенно, значит, откуда ветер дует, и откуда он берет эти свои, значит, сюжеты. Так вот, я хочу разочаровать этого уважаемого конспиролога, или конспиролуха, точнее было бы сказать, да, это вовсе не Альберт Пайк, а это православный старец, батюшка Самсон, который прославился святой жизнью, который упокоился в могилке в Москве на Николо-Архангельском кладбище, к нему день и ночь идут на его могилку, ищущие исцеление, собирают подписи для его канонизации, то есть весьма уважаемый православный батюшка, много претерпевший ради веры, годы, так сказать, большевистских гонений на веру. Так что, господа, вот надо и в этом вопросе тоже отличать, отбирать зерна от плевел, а котлет от мудух. Значит, что касается нашего основного сюжета, мы остановились на Полтавском сражении, и мы говорили о том, в котором Яков Велимович, да и, кстати, рассуждение о том, что вот якобы Петра подменили, что якобы все великое посольство, с которым он ехал, все поубивали там, а он вернулся один, только с Менщиковым, а все послы пропали, и это был не он, а послов убили, чтобы они не могли подтвердить, что это подменили, ничего подобного. Лефорт, главный посол великий, прекрасно вернулся вместе с Петром. Он умер в том же году, но от болезни, так сказать, а вовсе не потому, что якобы не должен был узнать, что это не Петр, с кем он вернулся. Головин Федор, да, адмирал, наместник сибирский, второй великий посол, прекрасно живой вернулся, и даже, так сказать, первым получил от Петра орден Андрея Первозванного, да, еще до Брюса. Вот, то есть все эти рассуждения Прокофьев Возницин, третий великий посол, он вернулся позже, но, так сказать, тоже жив-здоров Прокофьев Возницин, так сказать, продолжал служить России и Отечеству. Никто его в Немечине не съел с солью и перцем, или без, вот, как говорят невегласцы. Значит, так вот, возвращаемся к Полтаве. Немалую роль, кроме победы русской армии над шведским вспомогательным войском генерала Левенгаупта, или как его шведы называли, Лейонхуода, потому что Левенгаупт это по-немецки, а по-шведски Лейонхуод, да, львиная голова. Кстати, вот тоже один был такой коммент, когда, значит, я говорил о том, что одна из версий возникновения желто-синего или желто-голубого украинского знамени объясняется, значит, вот тем, что это шведские, шведские, так сказать, желто-голубые цвета им были выданы, значит, для отличения в бою казаков, перешедших к шведам с Мазепой, с Иваном Мазепой, от казаков, которые, так сказать, с другим Иваном Скорпатским сохранили верность Петру и сражались против, так сказать, шведов и против мазепинцев. И чтобы вот их отличить, поскольку казаки в то время, так сказать, в отличие от регулярных войск, формы не носили военной, по которых можно было бы различить, мазепинцев от скоропадцев, то, значит, вот шведы им выдали вот эти, так сказать, отличительные значки, желто-голубые на пике, в частности, да, флюгера. Вот. А вторая версия, мы говорили в конце предыдущей лекции, что это, так сказать, в 1848 году, в 1849 году, когда по всей Европе прокатилась волна революции, в том числе и в Австрии была революция, Венгрия отделилась от Австрии, так сказать, и на территории Галиции, за западный Украин, входивший в Австрийскую империю, так сказать, тамошние венгры и поляки, которые, так сказать, поддерживали венгров, они выступили против австрийской императорской власти, а защитниками ее выступили, по-современному говоря, западные украинцы, а тогда их называли Русины, да, то есть которые жили в основном в городах, в том же самом Львове, и, так сказать, помогли австрийскому императору подавить этот венгерский бунт, и поляков, так сказать, помогавших ему, и, поскольку те их угнетали, поскольку они были землевладельцами, вот, а эти, так сказать, третировались ими как хлопы, но, значит, знамя выдали якобы, так сказать, сама мать австрийского императора, Франца Иосифа, тогда еще молодого, а в основном это восстание венгров помогли подавить русские войска императора Николая I, который выставил целую армию на подавление этого венгерского восстания и спасение Австрии, вот, ну, а, значит, те русины, так сказать, грецийские тоже сыграли свою роль, и, вот, в знак, так сказать, благосклонности императорского, Габзурского дома, им, якобы, так сказать, сама мать императора своими руками вышла желто-голубое, знамя первое по цветам города Львова, а герб города Львова, это, как я сказал, на голубом поле золотой лев, поднимающийся на золотую гору, и тут вот написал, а откуда в Львы взялись во Львове, ну, во-первых, надо сказать, что само название города Львов идет от древнерусского князя Даниила Галецкого, значит, который имел среди своих сыновей одного сына звали Лев, и в честь него он построил и основал этот город, а удивляться тому, что где во Львове могут водиться львы, это все равно, что удивляться, где в Норвегии водятся львы, где тоже, так сказать, золотой лев герб, где в Шотландии водятся львы, там герб алый лев, где в Дании водятся львы, там три голубых льва на щите, на гербе, где в Баварии, в Германии водятся львы, там герб лев баварский, где в Болгарии водятся львы, на болгарском гербовом щите тоже лев изображен. Это геродическая фигура, символическая. Лев означает царь зверей. Понимаете? Вот. И поэтому он, естественно, присутствует на гербах многих стран, особенно древнего монархического происхождения. Так что тут ничего удивляться не стоит. Ладно. С этими вопросами мы, кажется, разобрались. Теперь перейдем непосредственно к ходу Полтавского сражения, решившего в итоге, хоть оно и произошло в 1909 году, а, так сказать, Северная война Великой Северной войны со Швеции продолжалась до 1721 года, но все-таки коренной перелом в пользу России и ее союзников в этой войне произошел именно под Полтавой. Значит, а как мы говорили, значит, важную роль в победе русских войск под Полтавой над шведами сыграла победа русской армии при Лесной, где корпус генерала Левенгаупта львиной головы, был разбит русским летучим корпусом и весь огромный обоз, который он вез своему королю Карлу XII под Полтаву, артиллерия, запасы пороха, всевозможного вооружения, припасов, потому что шведская армия страдала от отсутствия всего необходимого, поскольку, хотя Иван Мазепов в свое время, готовя переход на сторону Швеции, заготовил в своей столице, гетманской, Батурине, огромные запасы всего необходимого для шведской армии. Своевременно князь Меншиков, Алексей, Александр Меншиков напал на Батурин, разгромил Батурин, который защищал, так сказать, полковник Чечирь, верный Мазепе, казненный потом. И, так сказать, Мазепе много раз удавалось обмануть Петра, потому что на него, так сказать, поступали доносы о его тайных переговорах изменяющихся с врагом и со шведами непосредственно, и со ставленником шведским на польском королевском престоле, противопоставленном саксонскому курсу Августу, союзнику, хотя и колеблющемуся, Петра Станислава Лещинского. И полковники Кочубей и Искра, они написали Петру на Мазепу донос. Но Мазепа был один из первых кавалеров Андрея Первозванного ордена, шотландского происхождения, о котором мы говорили, который, так сказать, Петр перенял из британской державы, из шотландской державы. Значит, и он пользовался огромным доверением Петра, и тот доносчиков, так сказать, дезуировал, и Мазепа их казнил. Потом, правда, их реабилитировали посмертно, но Петр до последнего момента доверял Мазепе, который притворялся, так сказать, что болен на смерть на Мадрея, так сказать, не являлся Петру, а в конце концов, значит, все тайное стало явным, Менщиков разгромил, взял город Батурин, гетманскую столицу, и все запасы, которые были приготовлены Иваном Мазепой для шведов, оказались в руках русской армии. Шведы там ничего не получили. Значит, была надежда получить от Левенгаупта, который шел из Европы, значит, но под Лесной все перешло в руки победоношенной русской армии, и не случайно сам Петр, который умел не только, так сказать, свои собственные победы преподносить в должном свете, но и, так сказать, достойно хвалить других своих соратников, которые тоже одерживали победы, оценивать по достоинству, он сказал, что битва при Лесной это матерь победы Полтавской, потому что у шведов не осталось ни пороха, у них фактически на два выстрела в мушкетах оставалось пороха. Вся артиллерия, которую Левенгаупт вез королю Карлу XII, оказалась в руках русских. Так что, когда шведы шли наступление на русские редуты под Полтавой, у них было всего две пушки против почти сотни русских орудий артиллерийских под командованием вернейшего соратника Петра, родственника шотландских королей Якова Велимовича Брюса, который обвиняли в Чернокнижии, так сказать, и бог везь в чем. Это был вернейший из верных. И, так сказать, шведы, несмотря на всю свою опытность в военном деле и на свою способность разрядив противника ружья, которые все равно им особенно пользы не приносили, поскольку КГУ у них под Полтавой оставалось на два выстрела пороха, причем порции были такие маленькие пороха, что не долетали даже пули до русского расположения, в то время как русские войска под прикрытие укреплений методично расстреливали шведов из пушек и из ружей. Правда, надо сказать, что шведы тем не менее все-таки ворвались в узкие редуты, используя свои навыки держать в одной руке ружье со штыком, а в другой шпагу. Они дрались обеими руками. Это убили только шведские солдаты в то время. Но тем не менее это им не помогло и в конце концов шведская... Да, а еще сыграло конечно негативную роль для шведов то, что их король Карл XII, который был лихой рубака и зачастую рисковал без всякой надобности не только своими солдатами, но и своей собственной головой, как его турки прозвали железная башка, имея в виду как его быстражие, так и его определенную строптивость, скажем так. Он ввязался накануне генерального сражения под Полтавой в схватку, налетел на бивак казаков Ивана Скоропадского, сторонника Петра Великого, ушедшего от Мазепы, и застрелил одного казака из собственных рук, сидевшего у костра, но тот, хотя и был убит, но его товарищи стали стрелять в ответ и прострелили шведскому королю Ступню. Он ушел целым, но уже сидеть на коне и командовать полноценно не мог, поэтому мы его несли на носилках на поле боя, а естественно, так сказать, это не способствовало его мобильности. Потом в эти носилки попал осколок русского ядра, они разлетелись, король упал на землю, это, так сказать, вызвало дополнительную сумятицу в шведской войске, когда они решили, что король убит. В общем, в конце концов королю пришлось бежать вместе с Мазепой на турецкую территорию, на другом берегу, значит, в крепость Очаков, где они укрылись у турок, а армию он оставил, так сказать, на попечение генерала Левенгаупта. К тому времени шведские, так сказать, большинство генералов было взято в плен, и Левенгаупт, так сказать, тоже упал духом и сдался, то есть остатки шведской армии были взяты в плен русскими. Значит, но война продолжалась, у шведов, так сказать, имелись войска в Северной Германии, в Чахмане, в Померании, еще и Фляндия не вся была, так сказать, отвоевана, и Фляндия. Вот, боевые действия продолжались. К тому же, надо сказать, что шведский король, найдя убежище на территории Османской империи, он, так сказать, получил поддержку в лице Франции. Франция была заинтересована в том, чтобы, так сказать, Швеция, ее союзник в войне за испанское наследство не выходила из войны. и они, так сказать, традиционно ориентировались французы на турок, у них давно был заключен союз с турками, потому что турки были врагами главных европейских врагов Франции на континенте, а именно Габсбургов, которые правили в Священной Римской империи, так сказать, в основном в Австрии, в Германии и в Испании до начала войны из испанского наследства. Поэтому Петр потребовал, чтобы турки выдали Карла, но турки отказались, хотя поначалу велись переговоры с турецким султаном, но потом там сменился у власти султан, и новый султан Ахмед III под давлением Франции. Он к тому же помнил о том, что русские войска владеют Азовом и выходом побережья Азовского моря. Таганрог ему мозолил глаза русская военно-морская база. И он понимал, что русская армия рано или поздно займется Крымом, союзником турецкой державы, которую турки использовали в качестве передового заслона как против русских земель, так и против польских земель. Короче, была объявлена война, и крымские татары совершили очередной набег на русские земли. И тогда император Петр, поняв, что все-таки шведы ослаблены, и король у них находится на турецкой территории, решил двинуться на Турцию. И начался так называемый прудский поход в реке Пруд. тем более, что русские дипломаты уверили Петра в том, что если он вторгнется на территорию Османской империи, а ему обещали поддержку господаре зависимых от турецкой державы еще с 15 века, с конца 15 века, земель Молдавии и Валахии. То есть это части современной Молдовы и Румынии. Валахский господарь Константин Бранковяну или Бранкован как он Бранковяну и молдавский господарь Дмитрий Кантемир. И они обещали со своими войсками прийти на помощь русской армии когда-то перейдет пруд и двинется к Дунаю. А кроме того, рассчитывали на то, что удастся поднять на территории самой Балкан турецких восстания постоянно восстававших против турок ее христианских подданных сербов и черногорцев. И те действительно восстали, но эти восстания оказались недостаточно успешными. А господарь Бранковяну, Бранковяну, Валацкий господарь, он испугался турок и не пришел, нарушил свое слово, не пришел на помощь Петру. Кантемир молдавский пришел и привел свое легковооруженное войско. в основном это было конница, но их было не очень много, всего несколько тысяч, меньше 10 тысяч. Турки двинули огромную армию во главе с великим визирем и прижали русскую армию почти в половину. У турок было около 120 тысяч человек. Русская армия где-то составляла не более половины, потому что были большие потери, по дороге и от бескормицы, и русский лагерь оказался окруженным. И турки начали его штурм. Петр, по воспоминаниям сражавшегося на стороне его, там было 22 иностранных генерала, очень много было как всегда немцев, и как всегда британцев и шотландцев, но был и француз, моро-де-бразе, бригадир, который оставил свои очень интересные записки. Он писал, что Петр царь немало не щадил себя и сражался с таким же пылом, как и всякий из его солдат, из его подданных. Тем не менее, турки имели превосходство в артиллерии и засыпали русский лагерь градом снарядов. штурмовать они несколько раз пытались, но каждый раз русские войска отбивали с большим уроном. И в конце концов турецкие солдаты отказались идти в очередной штурм, очередной приступ, утверждая, что султан велел великому визирю щадить кровь правоверных, а он расходует их ради своей собственной славы, как пушечное мясо, или даже специально чтобы нанести вред турецкому панишаху, турецкому султану. В конце концов пришлось вести переговоры о мире. Петр даже был согласен, посылая своих послов, вести переговоры не только отдать Азов, не только отдать Таганрог, но и даже возвратить шведам союзникам турок все земли, захваченные к тому времени у шведов русскими за исключением Ингрии, то есть той области, где расположен Санкт-Петербург, новая столица. С этой землей Петр ни в коем случае не хотел расставаться. Там находился его так называемый парадист, как он называл новая столица, любезная ему. Значит, европейская столица, откуда он прорубил окно в Европу. Я куда-то, как он говорил, все флаги будут в гости к нам и запируем на просторе. Но искусство русских дипломатов, а также вмешательство, как это ни странно, французов, французской дипломатии, потому что к этому времени французы были заинтересованы больше в том, чтобы турки повернули опять свое оружие против австрийцев против главных врагов Франции, удалось добиться того, что турки согласились даже на гораздо менее выгодные для себя и гораздо более выгодные для России условия. То есть, они только потреб... А при Балтийских землях, о том, чтобы их возвратить в Швеции, вообще речи не шло. Речь шла только о том, чтобы отдать туркам обратно Азов, уничтожить крепость военно-морскую русскую базу Таганрог, отдать вообще Азовское побережье и Азовский флот, то же самое русский, передать туркам. Кал-12 было разрешено вернуться беспрепятственно в Европу, чтобы там возглавить опять свои войска. Он был очень недоволен, всеми силами уговаривал визиря не поддаваться на русские условия, но тот ему сказал, что ты уже их испробовал, русские, ты их испытал, и мы их испытали, поэтому, если хочешь, поезжай и воюй с ними сам. По легенде, когда русская армия уходила, так сказать, уже, так сказать, после заключения мирного договора, уходила, так сказать, шла в обратный путь, Кал-12 якобы верхом на коне, уже к тому времени, так сказать, у него рана ноги зажила, промчался один раз через строй русской армии, как бы, так сказать, с лево направо, а потом обратно, так сказать, в другом направлении промчался через строй, но, так сказать, никто не шелохнулся, никто его не тронул, и ему пришлось, так сказать, несолно хлебавший, так сказать, продолжать потом, так сказать, на Европейском фронте пытаться сражаться с Россией, с ее союзниками. А Россия, так сказать, к тому времени, как мы говорили, она подключила к союзу антишведскому прусско-королевство новорожденное, в которых были претензии к шведам в Северной Германии, Ганновер, это было княжество германское, но к тому времени его князь Курфюрст, Георг I, стал и королем Англии, и таким образом, так сказать, это было как бы такое двуединое государство, но оно, тем не менее, было совершенно автономно, это две части, и часто интересы Георга I, этой новой, так сказать, Ганноверской династии, представитель на британском королевском престоле, не соответствовали интересам его в качестве английского короля, да, вот, то есть такой парадокс и короля Шотландии. Кроме того, Петр отдал двух царевин своих, одну замуж за немецкого герцога Мекленбургского, а другую за Голстинского герцога. Таким образом, он все более твердой ногой становился на европейском, на западноевропейском континенте, все большую роль активную играл в европейской политике, к чему он и стремился, и, так сказать, сына своего, царевича Алексея. Он тоже женил на немецкой принцессе Вольфенбутельской, но сыном ему не повезло, прямо надо сказать, потому что Алексей Петрович, это был сын его от первого брака, тогда еще не появилась его вторая жена Екатерина Первая, так сказать, бывшая Лифлянская крестьянка Марфа или Марта Скавронская, а, так сказать, первая жена Авдотьи и Евдокия Лопухина, на которой Петр был женат еще с юности, но потом они не сошлись характерами, во взглядах, не нравилась она, кстати, и матери Петра Наталье Кирилловне, потому что та считала ее слишком своевольной, вот, кроме того, Евдокия Лопухина была сторонницей старомосковских нравов, для нее даже Наталья Кирилловна, мать Петра, была слишком ярко выраженной западницей, это все привело к тому, что в конце концов ее отправили в Суздаль, в монастырь, там она, сына, так сказать, у нее отобрали, значит, сына воспитывал, так сказать, сперва, значит, дунный дьяк Вяземский, а потом немецкий барон Гюйсен, вот, Генрифон Гюйсен, он преуспевал во всех науках, но делал это без особого, так сказать, без особого рвения, потому что он тоже от матери унаследовал такое, так сказать, старомосковское отношение, с женой тоже у него не сложилось с этой немецкой принцессой, хотя у них родился сын, будущий Петр Второй, внух Петра, который потом стал императором, но правил недолго. Значит, а Евдокия Лопухина, она, так сказать, немножечко, так сказать, забегая вперед, мы скажем, живя в Суздале, она пользовалась, как бы, так сказать, далеко от надзора вельможного мужа, царственного мужа, большой свободы, и это, например, как позднее выяснилось, следственная комиссия, которая была туда направлена, ее называли не инокиней, да, а великой государой. Вообще, кстати, ее звали Прасковья при рождении, просто, когда стоял вопрос, когда Наталья Кирилловна, так сказать, решила ее выдать замуж за молодого своего сына Петра, выяснилось, что сводный брат Петра, царевич Иван, да, Милославский по матери, тоже был женат на Прасковье, на царице Прасковье, и Наталья Кирилловна сочла, что негожим две царицы Прасковье одинаковые, и поэтому срочно она, значит, потребовала, чтобы имя нареченной царя Петра молодого было сменено с Прасковьей на Евдокию, Евдокию, ну, Абдотия, так сказать, Евдокия. Таким образом, мы видим, такие вещи, так сказать, практиковались и в то время, хотя, может быть, это и не по уставу, так сказать, православному. В общем, короче, у царицы Евдокии, которая продолжает там именовать великую государыню, так сказать, упоминать как великую государыню, чем Петр впоследствии, когда выяснили, ну, ему не досуг был, он воевал, вот, был далеко от Суздаля, был очень недоволен, а там был неподалеку, так сказать, офицер, майор Глебов. Как выяснилось, впоследствии он был из семьи помещиков, соседей, Лопухиных, и, возможно, он с этой Евдокией, будущей царицей, был знаком с детства, возможно, у них, так сказать, даже была юношеская любовь. В любом случае, он отвечал в Суздале за набор рекрутов, да, то есть за воинский набор в армию. Короче, завязался у них роман, остались письма Евдокии, которые она писала ему, так сказать, говорящие, так сказать, о большой любви. и царевич Алексей, царевич Алексей Петрович впал в немилость Петру, а он, так сказать, настолько, так сказать, конфликтовал с Петром, с его нововведениями, будучи окружен, так сказать, особенно такую активную роль в его оппозиционности играл, значит, его приближенный Кикин, который поначалу поддерживал Петра, но потом стал сторонником такой старой московской партии. Потому что война шла долго, война была изнурительной со шведами и с турками, были восстания, да, в 1905 году было восстание в Астрахани, связанное с рекрутскими поборами, с ростом налогов, так сказать, Петр ввел подушной налог, то есть, если раньше платили со двора налог, да, с христианского двора, например, да, или с посадского двора в городе, независимо от того, сколько там живет народу, теми-то были большие, как правило, то при Петре был введен, он сперва ввел такой институт прибытиков, то есть, это были люди, которые специально изобретали методы, так сказать, повышения доходов государственной казны, увеличения, так сказать, налоговых поступлений, но и налогового бремени, вот. И, так сказать, заодно был создан институт фискалов, которые следили, так сказать, за случаями коррупции, да, которая процветала, так сказать, они доносили, так сказать, соответствующие, при Петре даже были инквизиторы, да, была введена инквизиция, так они и назывались инквизиторы, они занимались поисками староверов, старобрядцев, то есть, Петр не столько уже к тому времени следил за соблюдением, так сказать, религиозных моментов, да, вы говорили, что тоже очередная легенда, что якобы Софья Алексеевна не умерла в Новодевичьем монастыре, обижала и в староверческом скиту жила, значит, под именем староверческой старецы, тоже полная нелепость, потому что Софья была хоть и, так сказать, не такой западницей, как Петр, но она была ярой никоньянкой, мы помним, что она именно, так сказать, подавила Хованщину, шедшую под староверческими лозунгами, и она устроила дискус со староверами, с Никитой Пустосвятым, то есть, это, так сказать, обвинять ее в старобрядчестве, это полная нелепость, вот, значит, но, так сказать, такое старомосковское течение, оно было довольно ярко выражено, то есть, были восстания, так сказать, в 1708 году восстания Булавина, Кондратия Булавина на Дону, восстали донские казаки, там тоже было много старобрядцев, и, кроме того, они были против увеличения рекордского набора, да, мы говорили, что, значит, сменили прежний налог со двора, когда брали со двора налог, теперь подушной налог, то есть, с каждого человека брали, то есть, если раньше, так сказать, на дворе живут, так сказать, семья там, 15 человек, то платили одну сумму, а тут, значит, с каждого из этих 15, более того, даже нищие обязаны были платить этот подушной налог, такого, так сказать, на Руси, конечно, не бывало, но это диктовалось нуждами военных действий на всех фронтах, тем не менее, так сказать, народ бунтовал, и башкиры восстали, потому что их тоже, так сказать, привлекали к служению военному, короче, так сказать, страна кипела, и Петр, так сказать, внимательно следил, чтобы это не перерастало в неконтролируемые беспорядки, и когда ему стало известно, значит, что его сын, родной, так сказать, наследник, можно сказать, так сказать, связан с, скажем так, подрывными элементами, это его, естественно, возбутило, а к тому времени, значит, царевич Алексей Петрович, он выполнял некоторые поручения военные, так сказать, которые ему давал Петр, но он делал это без охоты, и он, самое главное, так сказать, не взлюбил свою немецкую жену, вот эту, вольфенбутельскую принцессу, которая родила ему сына Петра, будущего императора Петра II, и сошелся с одной из дворовых девок, Вяземского, своего воспитателя, которую звали Афросинья, ее изображают, так сказать, в фильмах некоторых, посвященных царе Черепсееве, в частности, известный Петр I, да, замечательный фильм, так сказать, на мой взгляд, хотя там масса исторических, так сказать, перед, так сказать, дергиваний, но ее изображали какой-то русской крестьянской девкой, на самом деле, она была не русская, она была финка, она была из финского полона, потому что, значит, русская армия к тому времени захватила и значительную часть шведской Финляндии, то есть не только Прибалтики, но и Финляндию, русская армия оперирует из Карелии, так сказать, Финляндия в то время, так сказать, входила в шведскую державу, вот, и, так сказать, и она, ее брат, так сказать, они были взяты в плен, И, так сказать, потом распределены как добыча. Короче, слюбились они с царевичем Алексеем, и он бежал в Европу под именем, так сказать, польского шляхтича Каханского, потому что часть поляков была союзная. В России мы знаем, да, сторонники Станислава Августа, Саксонского, а другие, так сказать, сторонники Станислава Лещинского были сторонники шведов, они были вражде, и боевые действия шли на территории Польши тоже. И он бежал, а надо сказать, что первая его жена, умершая вот эта немецкая принцесса, Вольфенбютельская, она была родной сестрой жены тогдашнего австрийского императора Габсбурга. И, так сказать, Алексей Петрович, так сказать, бежал туда, как бы под крылок своему родственнику. Естественно, так сказать, это создавало большую опасность, что он может быть использован как пешка в политической игре против Петра, да, потому что к тому времени у Петра наладились отношения с Францией. Франция, так сказать, которая была до этого неизменно враждебна, Россия и Союзная Швеция, теперь, так сказать, она после... Это совпало с гибелью шведского короля Карла XII, который, что интересно, к этому времени, уже в 1718 году, стал склоняться к заключению мира с Россией. После того, как его, так сказать, с большим треском выгнали из Турции, значит, он стал склоняться к миру с Россией и, так сказать, велись переговоры русско-шведские на Аланских островах о мире. Значит, и, так сказать, Англия была в этом не заинтересована, да, она была заинтересована в продолжении войны на тот момент. И даже планировала, вопреки своим, так сказать, до этого дружественным отношениям с Петром, захватить делегатов этого Аландского конгресса, сорвать переговоры. Но этот планторский так и не был осуществлен, поскольку в данном случае, так сказать, почему это было? Потому что английский король Георг, он был одновременно, как мы говорили, князь Кушерс-Ганноверский. И он претендовал на некоторые северо-германские земли, которые были захвачены шведами. И если бы Петр договорился с Карлом XII, то, так сказать, Георг английский, как Кушерс-Ганноверский, лишился бы возможности получить от шведов с русской помощью. Потому что русская армия в Северной Германии, в Падеране, в других местах Меккенбурга помогала германским противникам шведов бороться с ними на германской территории. То есть он бы лишился возможности увеличить свои земли. И Карл XII странным образом в это время, а он продолжал воевать еще и с Данией, как мы говорили. Дания несколько раз выходила из войны, но потом опять Петру удавалось ее втянуть в войну против Швеции. И при осаде одного датского замка на территории Норвегии, потому что Норвегия в то время была частью Дании, частью датского королевства. Датское королевство еще в позднее Средневековье подчинило себе и Швецию, и Норвегию. Потом Швеция освободилась в XVI веке и даже стала у Дании отхватывать куски, а Норвегия оставалась частью Дании. Так вот, при осаде этого замка датского, то есть расположенного на территории Норвегии, шведский король Карл XII оказался, обходя осадное укрепление, был убит пулей в висок. Сраженный, так сказать, сраженный пулей прилетевших, это потом, так сказать, уже были в XIX-XX веке, проводилась эксгумация. Потому что очень вовремя, в кавычках, его настигла эта пуля. Вот, потому что если бы он остался жив, то он бы мог заключить мирный договор с Петром. И мирное, так сказать, отношение между Швецией и Россией на тот момент совершенно не входили в планы Англии. Вот, экспертиза проводилась, и, так сказать, шведскими учеными, и, так сказать, был сделан вывод, что эта пуля не могла под таким углом прилететь и поразить его в висок, если бы она была выпущена со стен осаждаемого шведами датского замка, да, или, так сказать, из укреплений пред замком. То есть явно его кто-то подстрелил со своей стороны. Вот, это, так сказать, темное дело, хотя надо сказать, что в истории Швеции это не такая редкость, потому что потомок Карла XII, Густав III, тоже был, так сказать, убит своими подданными, аристократической оппозицией. В других обстоятельствах тоже застрелен на балу, правда. Его судьба послужила, кстати, сюжетом оперы «Маскарад», да, только там из политических соображений итальянский композитор вынужден был перенести действия из Швеции, и там не король шведский, главный герой, которого убивают, а герцог бостонский. Да, герцог бостонского, конечно, не бывает, но это просто, к слову сказать, потому что шведы убивали своих королей, там всегда была очень сильная дворянская аристократическая оппозиция. И после гибели Карла XII, вот такой удивительный во многих отношениях непростоянный до сих пор, ну там оспариваются выводы, экспертизы, всякие мирные переговоры, так сказать, на Аланских островах зашли в тупик, и пришедшая, ну там формально королевой стала его сестра Ульрика Леонора, но она, так сказать, в государственных делах понимала мало, а там, так сказать, сильная аристократическая клика придворная вела дела, и она, так сказать, оказалась заинтересована в продолжении войны. И если дело было в 1718 году, то война продлилась аж до 1721 года. Но в конце концов, так сказать, все-таки война была закончена в пользу России, не штатским миром, по которому, а русские войска высаживались уже на территории самой Швеции непосредственно, только в Финляндии. Десанты высаживались. Русский флот несколько раз, так сказать, победил наиболее шведские сильные флоты при Гангуте, при Грэнгаме, так сказать, и на суше, и на море. Так что господа, которые пытаются принизить достижения императора Петра, попадают в лучшем случае пальцем в небо. Ничего подобного до него, так сказать, ни один из государей добиться не мог, при всем уважении к предыдущим государям. Вот, значит, и в награду, как бы, так сказать, за такую великую победу, сильнейшим противником, да, Швеция была одним из сильнейших государств, а в Северной Европе, так сказать, мощнейшей военной державой. И ее, так сказать, военная мощь была сведена на нет, она превратилась во второстепенное государство с помощью России. И Пруссия, так сказать, увеличила свои земли за счет шведских земель, и тот же самый Ганновер, так сказать, и однозначно это была победа Петра и русского оружия. Вот, естественно, с участием, так сказать, многочисленных, в кавычках, немецких военспецов, но ведь их надо было уметь подобрать толковых, и в этом Петр не имел себе равных. Он очень точно убил подбирать себе сторонников и помощников, дельных людей по принципу. У него никогда не было, так сказать, хоть говорят, что вот там, мол, Менщиков, Алексашка, фаворит, так сказать, и вор и так далее. Но он, в отличие от многих других фаворитов, многих других государей европейских, современников Петра, не был бездельником, который проматывал бесцельно, не принося никакой пользы государству, государственные средства, да, типа герцога Бекингема, знаменитого, да, фаворита Карла, первого английского, да, описанного Дюма, который, так сказать, кроме своей романтической любви к Ане Австрийской, ничего доброго, так сказать, кроме расхода средств британской державе не принес, за что и был, так сказать, убит, в конце концов, офицером по имени Фельдер. А Алексашка, тот же самый, да, это был на все руки мастер, военачальник от Бога, великолепный администратор, да, конечно, у него, так сказать, была коррупционная составляющая. Но, извините, господа, в какие времена и где такого не бывало и в каком государстве? Тут, как говорится, надо осуждая. Петр сам об него обламывал дубинку и даже, так сказать, говорил, что меньшиков зачат в грехе и, значит, окончит жизнь на плахе. Но, тем не менее, он его все-таки щадил, потому что понимал, что пользы от него больше, чем вреда. И когда, так сказать, ему указывали на огромное, так сказать, богатство нажитое и меньшиков, он говорил, что после него все это он с собой не унесет, это достанется государству. Петр получил от сената, назначенного им, да, титул императора и отца отечества. Что интересно, не все признали за ним, зарубежные государи, этот титул. И Англия долго не признавала титул императора ни за Петром, ни за его ближайшими преемниками. Хотя потом, так сказать, все-таки пришлось. Но, тем не менее, отношения торговые, даже на времена имевшие место охлаждения политические между Петром и Англией, в связи, так сказать, с его переориентацией на Францию одно время, да, вот и со шведскими этими делами, торговля процветала, англичане, английские купцы, английская торговля пользовалась безмерным приоритетом по сравнению со всеми остальными торговыми нациями. И англичане сами тех времен писали, что торговля с Москвой многократно превышает объем всей нашей торговли со всеми другими державами, да. Достаточно сказать, что англичане поставляли не только табак, да, для всей российской державы, но и сукно, 95% всего сукна поставляемого и для армии, и, так сказать, и для флота, все шло из Англии, понимаете, вот, и оружие, и много всего другого. То есть Петр знал, с кем имел дело. В.Викторович, у нас время просто подошло к концу, у меня просто... Ну, мы завершили победную, так сказать, эпопею Северной войны. И еще хотел сказать, в 1722 году, после победы над Швецией, Петр решил заняться персидскими делами. И в 1722 году русская армия, во-первых, Петр двинулась в так называемый персидский поход. Персидская держава в то время находилась в очень сложном положении. Афганцы захватили столицу Персии Исфаган, и персидский, так сказать, в шахтах Маск бежал от них и правил только частью персидской державы. Начались восстания, в том числе, так сказать, на Кавказе, в Шамахе. И Петр решил воспользоваться этим, чтобы твердой рукой стать не только на Балтике, но и на Каспии. И было два, фактически, персидских похода, 1722 год и 1723 год. И русская армия присоединила с помощью местного населения, как грузинского, армянского, так и, так сказать, Шамхала-Тарковский помогали, так сказать. Присоединила даже Баку. Понимаете, и Дербент, и Махачкала была основана именно тогда. Но... Историческое название города Махачкалы – Порт-Петровск. Порт-Петровск, конечно, понимаете. Но Турецкая Османская империя вмешалась в эти события, так сказать, турки ввели войска на часть персидской территории. И Петр предпочел, так сказать, пометуя о неудачном опыте с турками, пока что ограничиться меньшими приобретениями. Но, тем не менее, была заложена именно тогда первая российская Каспийская флотилия. Таким образом, Петр заложил не только Азовский флот, не только Балтийский флот, но и Каспийский флот, о чем иногда забываем. Таким образом, я скажу еще раз честь и слава Петру Великому, отцу Отечества. Все, спасибо большое, Викторий. Не за что. Интереснейший рассказ. Всего доброго. Время интересное было. До скорой встречи. Всего доброго. Когда?